Жизнь семьи Виктора полгода назад разделилась на до и после. Шестеро строителей жилкомплекса Манхэттен армировали очередной этаж паркинга, практически в экстремальных условиях. В какой-то момент конструкция обрушилась. Рабочих завалило опалубкой и арматурой. Нас завалило опалубкой и арматурой. Впоследствии чего арматура раздробила мне ноги и я попал в реанимацию. Впоследствии чего мне ампутировали две ноги. Я поломал спину. Открыто уголовное дело, но уголовное дело очень сильно растягивает, тормозит. У следователя был ноутбук начальника участка, на котором была вся черная бухгалтерия фирмы. Следователь отдал этот ноутбук, даже не изъяв информации для уголовного дела. Как говорит Виктор, фирма помогала финансово только первые два месяца. Сейчас этой проблемой семья с двумя детьми осталась наедине. После реанимации руководство компании стало игнорировать своего пострадавшего сотрудника, а следствие затянулось. Даже в деле уголовном даже не указано, что Витя не считается пострадавшим. Следователя я видела один раз, когда случился этот случай. Когда Витя был в реанимации, он пришел, хотел с ним поговорить, но его не пустили к нему, потому что, понятное дело, там была и операция сразу, и потом после анестезии под наркозом он был. Больше следователя мы не видели. Потом, когда уже адвокат к нему пришел, говорит, ну, как бы, я вот представляю интересы Виктора, чтобы признали нас потерпевшим, Витю. Следователю вот уже третий месяц они устанавливают степень тяжести. Нам удалось пообщаться с бывшими рабочими, коллегами Виктора. Они говорят, вины пострадавших в аварии не было. Все дело в попытках компании сэкономить на безопасности персонала. Ведь роковая конструкция, так называемый фальш-стол, запрещена на строительных объектах. Конструкция применялась двойной стол, которая запрещена по технологии использоваться в таких видах работ. Для этого есть специальные устройства, называются конверты. Неоднократно поступали жалобы на их хлюпкость и неустойчивость, вследствие чего произошло обрушение. Заказчик занимается проплатами этих всех опалубочных систем. И он посчитал, что это дорого закупить эту систему или взять в аренду. Но так как это упала плита перекрытия, люди пострадали. В дальнейшем он все-таки в аренду эту систему взял. Все рабочие, которые в момент аварии находились в конструкции, тоже получили тяжелые травмы. Упав с высоты. Были большие ссадины, переломы конечностей, рваные раны, потому что летела арматура. Арматура резана, рубана, она как нож, как лезвие, она разрезала людей моментально. То есть это все люди, большие удары, потому что конструкция тяжелая, там балки вязаны, они с очень толстой арматурой и вообще, и дерево, и все, очень побило ребят. Мы позвонили директору строительной фирмы, чтобы узнать, на каком этапе расследования, и почему фирма-застройщик затягивает с выплатой компенсации Виктору. Но начальство дало нам понять, полгода после трагедии повод забыть о проблеме. Семья Виктора пытается отстоять свои права в силу скромных возможностей, но допускают на стороне застройщика влиятельные покровители. Хочу обратиться к юристам за помощью, за юридической помощью. И особое внимание хочу, чтобы обратили внимание налоговая инспекция, потому что я проработал в этой фирме полтора года, думая о том, что я работаю официально, но официально оказалось, что я не работаю, меня оформили месяц до несчастного случая. Родные Виктора обращаются ко всем неравнодушным одесситам за помощью. Впереди у главы семьи долгие годы реабилитации, баснословные суммы и, увы, инвалидность. Банковские реквизиты вы видите на своих экранах. Светлана Довжук, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».